Смотрите, один из деликатных материалов, кожа, видите, вот если здесь я вот ногтем проведу, видите, и вот сразу остается след, буквально даже не сильно, вот я слегка провожу и остается след, ну вот попробуем сейчас здесь прошить, что мы увидим. Смотрите, значит, ну вот след, конечно, остается, и снизу тоже вот след остается от зубьев, так, ну и вот такой же материал, видите, пальцем провожу, след остается. Смотрите, что получается. Это верх, видите, верх абсолютно чистый. И смотрим низ, абсолютно чистый, отличный просто, можно сказать, вариант, видите, вот на свет нигде нет зубчиков. И вот смотрите, это вообще материал супер вообще, на нем все видно, очень, такой я вот пальцем даже провожу, и вот видите, не ногтем даже, а пальцем, и уже след остается. Ну вот сейчас здесь попробую еще. Так, вот смотрите, видите, вот здесь вот лапка верхняя придавливает, видно след здесь, абсолютно ничего не видно. И смотрим снизу, снизу тоже, вот видите, ну слегка-слегка, здесь только чуть-чуть про это, тут я провел и уже ничего нету, видите. Так, еще попробуем. Только чуть-чуть видно вот эту часть, если вот я пальцем проведу, оно все уходит. Здесь видите, вот я вот так вот пальцем провел, и вот так вот пальцем провел, и уже остается след. Так, практически ничего не остается, и здесь вот одна полосочка есть такая, если я вот так вот проведу, то это все убирается. Вот видите, я против шерсти сделал, здесь один, здесь затемнение, а здесь светло. Вот видите, пальцем провожу только, и уже, значит, следа нет. Ну вот смотрите, я вот сюда вот вставлю еще одну вставку, и здесь уже будет 5,78. Так, ну и пробуем здесь. Смотрите. Нигде ничего нет. Вот малейший след остается от ограничивающей лапки, чтобы материал не поднимался вверх. И вот, что получилось снизу, видите. Я думаю, это отличный вариант избавиться от отпечатков на деликатной поверхности кожи. Вот здесь вот. Вот смотрите, что получилось. От края все идеально ровно. Продолжение следует...